Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 137. Наша беседа, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. В благодарственной молитве, коей является 137-й Псалом, автор воспевает милость и истину Господа, спасающего от врагов своих смиренных поклонников. Псалом начинается с личного выражения чувства благодарности автора Псалма, который он выражает словами «славлю и поклоняюсь». После этого он выражает надежду, что Господа будут прославлять все цари земные, ибо слава его велика. Завершается Псалом личным убеждением, что посреди напастей Господь смиренного не оставит, десница Божия будет простерта на его врагов. Считается, что данный Псалом является первым в ряду восьми гимнов, надписанных именем Давида по пятому разделу еврейской книги хвалений. Автор Псалма был воодушевлен идеей завета Господа с Давидом и последующим строительством храма. Как это описано, собственно, в книгах царств и в иных псалмах Давида. Мужественный и смиренный автор, получивший обетование от Бога, является в Псалме главным рассказчиком, что может свидетельствовать о близости текста к эпохе Давида, или, как осмеливаются предположить некоторые, соотносится с самим Давидом как вероятным автором Псалма. Другие исследователи утверждают, что, несмотря на лингвистические сходства между 137-м Псалмом и допленной поэзией, трудно сказать, что «я говорящего» — это точное указание на кого-то из царей допленной эпохи. Ряд авторитетных греческих рукописей после слова «давид» добавляет слово «захария» в надписании. Следовательно, некоторые переводчики в древности думали и озаглавливали текст так. Псалом Захарии, посвященный Давиду. Текст Псалма не дает никаких описаний той исторической обстановки, в которой он появился. Есть только указания на храм, куда пришел псалмопевец поблагодарить Бога за поддержку в затрудительной ситуации. Поскольку, начиная с царствования Соломона, храм был открыт для паломников, и до плена, и после плена, вопрос датировки текста остается до сего дня нерешенным. Посмотрим детальный текст Псалма. Первые три стиха. Словословие Богу, открывающее Псалом, звучит как ответ на призыв к собранию общины «Славьте Господа», который мы встречаем в предыдущих псалмах. Личное признание составителя гимна «Славлю тебя» далее в этом же псалме приобретает вселенский характер. «Прославят тебя Господи, все цари земные». Ввиду того, что псалмопевец кланяется по направлению к святому храму, некоторые исследователи полагают, что он в этот момент находится не в Иерусалиме, а в каком-то другом месте. Однако стиль речи в первом стихе свидетельствует скорее об обратном. Близкое выражение «поклонюсь к святому храму твоему» в пятом псалме употребляется после слов «войду в дом твой», что, скорее всего, говорит, как паломник вошел во дворы храма и стал молиться по направлению к расположенному там во дворе святилищу. У входа в храм псалмопевец прославляет Господа перед богами. Может быть, в этот момент он представляет себе Господа, сидящий на небесном престоле в окружении других богов или, на библейском языке, в окружении сынов божиих, которые являются частью его свиты. Чтобы уйти от мифологических представлений о живущих на небесах человекоподобных богах, древние греческие и латинские переводчики предпочитали вместо слова «боги» использовать понятие «ангелы» – сирийские цари, авторы арамейского торгума «судьи». Тем самым уже на уровне перевода в богах усматривались облеченные властью люди или божественные существа небесной силы. Псалом ничего не говорит об оценке этих божественных личностей – добрые они по характеру или злые. На фоне множества иных богов для псалмопевца есть только один достойный похвалы Бог, имя которому Господь. После слов «славлю тебя» в некоторых еврейских рукописях стыд слово «Господь». А после слов «всем сердцем моим» септуагента вставляет пояснение «ибо услышал глаголы уст моих». Поскольку пояснительная фраза в греческой версии разрывает параллелизм между выражениями «славлю тебя» и «пою тебе», ее следует признать вторичной по отношению к изначальной еврейской версии псалма. Слова «милость» и «истина» являются ключевыми при описании непоколебимой любви и верности Бога к человеку в псалмах. Имя Господа служит описанием его природы, а его слово можно воспринимать как синоним обещанию. Псалмопевец помолился, и его молитвы были услышаны. Слово «превыше» скорее всего говорит о том, что Бог сделал нечто большее, чем раньше пообещал или чем того ожидали от него люди. За выражением синодального перевода «вселил бодрость» стоит редкий еврейский глагол, который намекает на самоуверенность и гордость. Если немного смягчить неуклюжую еврейскую фразу, выходит, что Господь возвеличил мою силу, то есть вдохнул в мою душу мужество и смелость. Греческие переводчики использовали термин «сила», который может говорить не только об укреплении духовных сил автора, но и телесных сил, способности решать стратегические задачи. Таким образом, выходит, что в ответ на молитву Псалмопевца Господь не просто взбодрил его, но дал ему новых сил и свою собственную поддержку. Многозначный союз «ибо», «для», «но», который открывает 4 стих, можно перевести не только словом «когда», как это сделано в синодальном переводе, но и союзом «поскольку». В таком случае утверждение «прославят тебя Господи все цари земные» можно рассматривать как результат того, что они услышали слова уст твоих. Это означает, что рассуждения Псалмопевца могут крутиться вокруг той мысли, что цари соседних государств услышали слова закона Господня и поэтому стали превозносить его имя. Трудно точно определить, говорит ли Псалмопевец о минувших временах или пророчески о грядущих. В любом случае причиной словословия Бога иными царями здесь являются не только чудесные деяния Господа, но и слова уст его, его обещания и исполнение этих обещаний. Хотя Господь превыше всего на свете, он тем не менее относится к смиренному человеку со вниманием, что значит, знает его нуждах, поддерживает его. Гордый человек противоположен смиренному. Слова «видит и узнает» в двух половинках шестого стиха свидетельствуют о том, что Господь присматривает за всеми обитателями земли. Как проходит их день, о чем они размышляют. Но это не означает, что Господь одинаково относится к людям высокомерным и униженным. Господь издалека знает, что делают гордые, что значит, они не могут от него скрыться. Слово «издалека» может также намекать на то, что заносчивых людей он не подпускает к себе близко, не включает их в круг своих близких друзей. Если рассматривать 4-6 стихи как единый раздел, выходит, что не только еврейские монархи, но и все цари земли несут ответственность за свой образ жизни перед лицом царя славы. Гимн заканчивается на ноте уверенности в Господе. Бог защитит в час скорби и не предаст псалмопевцу руки яростных врагов. Простертая десница Господа поражала в древности египтян различными карами. Значит, и сейчас она вытащит из пропасти и спасет от руки сынов иноплеменных. По синодальному переводу заключительного стиха Господь совершит за меня. Весьма редкий термин «совершит», «прекратит» – некоторые словари склонны переводить как «отомстит за меня», имея в виду вышеупомянутых врагов. Так Бог исполнил то, что обещал, защитил псалмопевца, прекратил яростные нападки врагов. После разговора о себе псалмопевец, вероятно, переходит к упоминанию всего народа. Именно так понимают некоторые толкователи ссылку на «дело рук твоих» в 8 стихе. «Не оставляй народ Израиля, заверши то, что начал по отношению ко мне». Об этом мог просить Бога не рядовой гражданин или священник, но лицо облеченное властью, возможно, царь. Фраза «милость твоя, Господи, вовек» весьма похожа на многократно повторяющийся в 135-м псалме припев «Ибо вовек милость его». Резюме. Заключительные слова 137-го псалма «Дело рук твоих не оставляй» — это не грустное воздыхание отчаявшегося поэта, а скромное выражение уверенности в Господе. Бог помогал по жизни в былые годы, и Он, безусловно, будет поддерживать и в будущем. Былые чудесные вмешательства Бога в ход истории израильского народа дали повод для написания благодарственных песней. Вряд ли будущее принесет какие-либо новые знания о Боге. Милость и истина будут с Господом вовек. А это значит, что события будущего вряд ли откроют какую-либо новую сторону характера Небесного Отца, у которого нет изменений, ни тени перемены. Поэтому написанные тысячелетия назад божественные гимны стали на века не только примером благодарственных песней, но и самими благодарственными гимнами, употребляемыми по сей день за богослужением как в иудейской, так и христианской традиции. Герой 137-го псалма, по всей видимости, человек властный и скромный одновременно. В этом он явно походит на Давида, в котором сочетались физическая сила и чуткое сердце. Давид был возведен на царство с низкого по социальному положению класса пастухов. Сохранен Господом во время преследований горделивого Саула. Получил обещание, что его потомки навек будут сидеть на царском престоле. Все это было не заслугой самого Давида, а даром Господа. Об этом по этической форме говорит 137-й псалом. Аналогичные по духу чувства волновали сердце и апостола Павла. Цитирую 2-е послание к Коринфянам. «Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях. Ибо когда я немощен, тогда силен». Благодарю за внимание. Продолжение следует...